привет друзья в этом видео я покажу как шить водолазку на ребенка технология пошива не отличается ни для детей не для взрослых то есть по этой технологии вы сможете шить и на себя и на ребенка выкройку я взяла на сайте шкатулка у меня у детей одинаковый объем что у старшего что у младшего отличаются они только длиной поэтому для меня даже удобно то что выкройка 1 сейчас я буду шить на сынишку я буду шить из рябаны с лайкрой ткань я предварительно постирала как я это делаю я уже рассказывала в своем отдельном видео для пошива подойдет и кашкарсе с лайкрой и интерлок так как интерлок очень хорошо растягивается ну что ткань я уже как сказала постирала просушила и прогладила на сгиб кладу деталь вот здесь у меня направление долевой по долевой делаю небольшой припуск нашел 0 7 сантиметра припуск на подгиб здесь не заложен по длине померяйте ребенка и по длине делайте припуск на подгиб 3-4 сантиметра не меньше потому что будет отворачиваться вырезаем детальку так складываю ткань еще раз лицом внутрь на сгиб и перевожу полочку спинку я только что перевела теперь перевожу полочку вот здесь делаем обязательно надсечку чтобы нам совместить правильно рукава какой шумный попугай это полочка опять складываем ткань пополам лицом внутрь вот видите на рукаве я уже добавила припуск на подгиб то есть на полочке на спинке длина меня устраивала у нас получается с учетом припуска как будто а рукава кратковаты для нас поэтому здесь я добавляю припуск и ставлю дублирую отметки на рукаве здесь на средняя отметка отмечает плечо и вот здесь это передняя деталь рукава по окату вырезаем две детали получаются нас две зеркальные детали рукава нам осталось раскроить воротник ткань опять складываем пополам лицом внутрь высоту воротника можно брать побольше не обязательно брать такую может быть вам захочется ворот чтобы он был так сказать более высокий да я делаю так сложила пополам и еще раз вот так складываю пополам по макету я проверяю что мы проходим ширину рибана очень хорошо тянется вырезаю так теперь я уберу неровность и выравниваю здесь получается вот такой вот прямоугольничек чтобы воротник лучше сидел на шее более так сказать облегающий не топорщился можно сделать такой вот хитрость да как на манжетах я уже показывала как это сделать примерно полтора два сантиметра мы отступаем от сгиба смотрите вот у нас шов здесь должен проходить мы сложили пополам и отступили от края полтора два сантиметра смотря как сильно тянется ваша ткань кашкарсе например я шила водолазку тянется очень сильно я отступала два с половиной сантиметра и срезаем вот таким образом под углом получается галочка самое главное чтобы голова у нас вот здесь проходила вот в этом узком месте поэтому перед тем как делать такие манипуляции обязательно проверяйте на растяжимость вашу ткань я шью из хорошо растяжимой ткани рибана с лайкрой так что у меня голова тут пролезает это место обязательно проверяйте еще до конца не дошитая водолазка из интерлока для дочки здесь я никаких манипуляций с воротником не делала оставила его так как есть интерлок хорошо тянется но не так сильно как рибана или кашкарсе поэтому в этом случае галочек на воротнике делать не нужно все детали я раскроила начинаем пошив водолазки шьются очень просто складываем полочку со спинкой лицом внутрь лицом к лицу скалываем по плечевым швам и сшиваем чтобы плечевой шов сильно не деформировался во время носки в него можно вшить долевик по долевой вырезаем полосочку из той же ткани и вот таким образом к спинке его прикалываем и сшиваем все эти три детали лишнее потом срежем трикотаж я шью на четырех ниточном оверлоке он истачивает сразу же и обмётывает еще вот эта ниточка у меня стоит это текстура так шов получается мягче остальные ниточки обычные 40 на 2 самые простые 1 2 3 2 3 2 3 и 4 и и 3 у 4 3 2 и 4 и и и вкалываю рукава. По отметкам находим нужный рукав, совмещаем отметки, шов раскладываю на спинку. И теперь вшиваю рукава в открытую пройму. Субтитры создавал DimaTorzok Вот у нас получилось. Складываем в водолазку и сшиваем ее по боковому шву с одной и с другой стороны. Вот здесь шов раскладываем в разные стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая кофточка у нас пока что получилась. Теперь будем сшивать воротник по вот этому открытому срезу. Выворачиваем его пополам, то есть складываем вот так. Шов внутри раскладываем в разные стороны. На спинке находим середину. Складываем по плечевым швам пополам. Вот здесь ставим такую маленькую галочку. У нас серединка. Воротник вставляем внутрь. Шов воротника прикладываем к нашей галочке. Скалываем. На полочке тоже находим серединку и вторую часть. Ровно половину воротника прикалываем к середине полочки. Пришиваем по кругу, равномерно растягивая воротник. Хвостики прячем в шов. Сверху водолазка у нас готова. Осталось разобраться с рукавчиками и с низом. Можно подшить сразу на плоскошовке. Если у вас ее нет или лениво доставать, то сейчас мы обработаем срезы на верлоке и подошьем на швейной машинке. Сверху водолазка у нас готова. Подвернула и пока что скрепила прищепками. Сейчас я на утюге еще подверну это все. Пропарю и потом буду отстрачивать на швейной машине. Я отутюжила детали. Иголочку заменила на джерси номер 80 на своей швейной машинке. И выбрала тройной зигзаг. Мой любимый шов для подгиба трикотажных изделий. Начинаю шить. Шить я буду с лица, как опытным путем я выяснила. А так получается гораздо удобнее, потому что с изнанки уползает у меня подгиб. А если я строчу с лица, такого не происходит. Вот так это выглядит с лица и с изнанки. Да, конечно, это не плоский шов, но если у вас нет плоскошовной машины, то это отличный вариант, чтобы ее заменить. Все, прошиваю оставшийся рукав и подгибаю также снизу. Все, пошив водолазки закончен. Я ее еще разочек отпарила. Все достаточно просто, как вы сами могли заметить, и симпатично. Не так давно на своем канале я проводила эксперимент. У меня вышло два видео без голоса. Если вы их еще не видели, обязательно посмотрите. И напишите ваше мнение в комментариях, какие видео вам больше нравятся. Вот такого формата или того формата, когда я ничего не говорю в видео, а только показываю. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok